125 обращений поступило, отреагировали на каждое. В общественной приемной «Единой России» прошел круглый стол по вопросам установления инвалидности детям с диагнозом сахарный диабет. Инициатором встречи с родителями в Сургуте выступило региональное отделение партии. Участие в обсуждении проблемы приняли глава города Вадим Шувалов, главный врач окружного кардиодиспансера, депутат Думы Югры Ирина Урванцева, депутат Тюменского областного парламента Владимир Ермолаев, заместитель департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова, главные врачи сургутских поликлиник и родительская общественность. Выяснилось, что проблема, с которой обратились мама и папа, чьим детям диагностировали сахарный диабет, решилась в процессе подготовки круглого стола. Раньше ребенку, которому устанавливалась группа инвалидности, до 14 лет необходимо было ежегодно проходить медосвидетельствование, чтобы подтвердить инвалидность. А это постоянный сбор документов и обследование у узких специалистов. Сейчас указ о постоянном присвоении инвалидности до 14 лет подписал премьер России Дмитрий Медведев. Однако собрание все равно решили провести, чтобы разобрать все проблемы, которые есть у родителей. В любом случае мы используем это обращение для того, чтобы еще раз обсудить в таком достаточно расширенном составе проблемы этой категории пациентов. Ведь у нас в округе более 640 детей страдают с сахарным диабетом, инсулинозависимым. Они получают льготные лекарства на обеспечение. И вот по информации Департамента здравоохранения только за 2017 год было выделено более 28 миллионов рублей на приобретение инсулина и других расходных материалов. Получается, что ежегодно на одного ребенка округ тратит примерно 44 тысячи рублей. В ходе круглого стола проговорили такие вопросы, как качество оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом, организация питания таких ребят. Например, решено было разработать единый диабетический стол для образовательных учреждений региона. По итогам совещания будут прописаны общие рекомендации с учетом мнения всех. Их направят в Департамент здравоохранения. Отмечу, что представитель родительской общественности Алексей Некрасов отметил, что установление группы инвалидности не первоочередной момент. Больше нужна поддержка специалистов, например, психологов или эндокринологов, которых в регионе не хватает. Важнее гораздо в тот момент, когда семья столкнулась с этим впервые, поддержать семью в первую очередь психологически, научить, как с этим быть дальше. И помочь им преодолеть этот начальный этап. Тогда все на своей рельсе становится и это не является обременительным.